приветствую всех вы смотрите передачу московская феносреда еженедельную передачу о сезонных изменениях которые происходят в природе московского края на текущей неделе и сегодня сначала несколько о погоде но и затем сделаю обзор небольшой зеленых уголков бутырского района москвы которые мы видим на карте ну что ж луна у нас сейчас уменьшается после недавнего полнолуния вот и будет она постепенно убывать вплоть до 10 июля когда наступит новолуния ну долгота дня сейчас практически максимально однако день уже потихонечку начал уменьшаться и уменьшился он примерно на пять минут по сравнению с самым длинным днем который был во время летнего солнцестояния 22 июня совсем недавно около недели назад но и долгода дня оставляет примерно 17 половиной часов восход солнца чуть-чуть увеличился до 3 часов 50 минут нас а заходит солнце ну почти так же как и самый длинный день 21 час 20 минут ну конечно сейчас постепенно долгода дня будет уменьшаться но после периода очень жаркой погоды сейчас у нас небольшая передышка как говорят да и наоборот пришла ненадолго москву заглянула такая довольно прохладная погода ну что меня в принципе радует я считаю что такая жара экстремальная это конечно слишком для нашего края для наших широт вот и в принципе мы видим что пришел к нам циклон прошли дожди местами даже ливни с грозами хотя конечно неравномерно несколько распределились осадки но в целом мне кажется эта погода она более соответствует в общем то нашим широтам до нашему климату вот и температура резко понизилась после 30 35 даже 36 7 градусов жары резко стало где-то в районе 15 20 градусов ночью стали довольно прохладные на и днем тоже подул ветер такой достаточно холодный прошли дожди но и погода в общем принципе обошла все и климатические нормы и в общем даже несколько я бы сказал на несколько пару тройку градусов стало даже ниже нормы да вот ну и вот в принципе несмотря на то что это говорят небольшая передышка потому что впереди нас ждет самый главный такой жаркий месяц по календарю июль завтра уже наступает как раз 1 июля будет но все-таки это вот температура она как-то несколько очистила атмосферу оздоровила воздух и в общем я думаю многих из нас порадовала ну а дальше да действительно несколько после такой свежести уже начнется опять снова повышение температуры и предстоящие дни особенно выходные когда температура может в принципе повыситься до 25 даже более градусов и снова выглянет солнце но может быть все таки уж бог даст не будет такой экстремальной жары таких страшных значений которые были до этого вот и в общем то уже просто будет обычно наше московское лето с температурой где-то 25-30 градусов в июле и это будет вполне нормально вот ну и теперь я говорил об обзоре северо-востоке значит района бутырске на северо-востоке москвы да ну вот мы видим на карте этот район и не по сути дела мы с вами вместе со мной погуляли в трех зеленых уголках этого района то есть это конечно же гончаровский парк это безусловно центральный зеленый уголок этого бутырского района как мы видим довольно бедного на в общем то такие вот зеленые уголки на парке сквера и так далее вот он прям действительно в центре находится между метро бутырская и дмитровская ну скорее ближе дмитровской но до бутырской в принципе тоже не очень далеко вот здесь бутырская ну да вот как раз посередине где-то находится ну и рядом же прям буквально находится так называемый парк яблоневый сад который по сути представляется вы просто такую открытая прогулку ну во многом большей степени открытое прогулочное пространство хотя конечно с остатками яблоневых садов с посадками новых деревьев и так далее но там зелени я не хватает и до парка этот уголок явно не дотягивает скорее все-таки это больше такой сквер или просто такое прогулочное пространство ну можно даже назвать остатки яблоневых садов между улицей яблочково и улицей рустовы ли на которой как раз находится в том числе и гончаровский парк вот он между улицей гончарова и рустовы ли находится вот вчера я не он подробно рассказывал ну и третий уголок сегодня как раз его показал это бульвар на улице добролюбово вот эта улица добролюбово тоже прям недалеко отсюда находится и особенно этот бульвар он такой вот хорошо озелененный на участке именно от улицы рустов или до огородного проезда вот этот участок хотя и дальше вот туда вплоть до конца он такой тупиковый вот и в принципе тоже идет этот бульвар но просто он уже не так хорошо зелененный там уже больше кустарников травы а такие высокорослые деревья и в основном сосредоточены именно здесь и как раз я их по сегодня в принципе полностью показал весь этот участок бульвара вот то есть видите зеленые уголки они сосредоточены именно вот здесь вот да то есть одна улица рустовы ли такого участок вот в принципе да то есть вот эти три таких уголка то есть этот яблоневый сад это гончаровский парк и бульвар вот по улице добролюбова такой добролюбовский бульвар можно сказать вот то есть это главные такие вот три уголка ну кроме того я также показывал и рассказывал о том что сейчас и вот и создается новый уголок зеленый это бульвар или сквер если более точно сказать да по огородному проезду я тоже это показывал сейчас там пока работы во все ведутся то есть он находится между жилыми кварталами и промзоны огородный проезд которые здесь находятся и сейчас там его не было до этого просто были так сказать газоны и зеленые насаждения то есть деревья да находились но теперь там создается такой вот именно настоящий сквер вот и наверное он уже в этом году будет создан судя по всему там довольно активно идут работы но я все это показывал поэтому создание нового сквера поэтому будет вот еще один скорее всего зеленый уголок в этом районе тоже вот неподалеку находится все в общем то больше здесь в этом районе ничего нет все остальное это промзона огородный проезд видите большую территорию занимает здесь вот внизу весь район занимает и вот здесь вот тоже сюда вот простирается вплоть фактически до метро фанвизинская ну и больше здесь ничего нету вот это уголочка зеленого сейчас нет там строится жилой комплекс я показывал вот новый жилой комплекс поэтому там нет около метро фанвизинская но здесь вот тоже пока зеленый уголок но это по сути там гаражи небольшая такая лесополоса защитная около железной дороги вот это вот ленинградского направления поэтому тоже по сути там нету никакой зелени в общем-то или она минимальна и непригодна для прогулок здесь тоже практически ярмарка выходного holoda вот на улице милошенково и дальше там тоже детские спортивные площадки то есть так себе такой уголок зеленый то есть практически ну небольшие конечно естественно и ясное дело что зеленые уголки конечно где-то небольшие есть но они в общем то не составляют какой-то особого большого какого-то интереса притяжение они уж такие совсем больше таки дворовые или междворовые вот которое конечно это вот эти уголки То есть Гончаровский парк, центр прямо в центре района находится. Небольшой, но все-таки довольно приятный. Ну и вот эти Яблоневый сад, недавно такая, так сказать, заново фактически созданная такая вот территория отдыха. И, конечно же, это тут бульвар по улице Добролюбова. Ну вот, так что, значит, Бутырским районом, в общем-то, я про него рассказал. Ну и в заключении, как обычно, обращусь к народному календарю. Началась неделя с 28 июня, когда идет овес в рост, в общем-то. Сейчас немножечко он подвял из-за жарких дней, но, наверное, эти дожди, конечно, освежат, так сказать, все эти процессы роста. Все опять снова пойдет в рост. Ну, 29 июня, вчера, вторник, был День Тихона, когда устраивали столоки, пиры для тружеников, которых приглашали раньше, чтобы они унаваживали поля, удобряли их, да. Ну, сейчас, конечно же, это практически не делается. Хотя, иногда, да, все-таки тоже нанимают в большей степени мигрантов тоже для помощи по сельскому хозяйству. Ну, кроме того, День Тихона, начинает затихать певчие птицы, только соловей продолжает петь до Петрова дня. То есть до середины июля, до 12 июля. Ну, и вообще считается, что такой День Тишины, даже звери ходят тихо, стараются в норах сидеть и так далее. Ну, наверное, из-за жаркой погоды, может быть, да. Вот, сегодня день 30 июня, у нас заканчивается июнь, начинается бурный рост растительности, все распускается, белые кувшинки. Ну, и крестьяне, выходя в поле и в огороды, подмечали, что все в рост пошло. Завтра начинается у нас июль, 1 июля, четверг, когда отправлялись на покосы, набивали матрасы свежескошенной и высушенной травой. Ну, а по вечерам собирались у костров, веселились вообще. Ну, и лето все-таки, жара такая, вот, игрищи устраивали, хороводы всякие, чаи делали, самовары. Вот, в том числе наставили такие травянисты, чаи лечебные, вот, всякие посещения родственников, вот, родных тоже друг другу ходили в гости. Вот, пели песни, пляски, ну, такое вот было разгульное веселье, в том числе, также кулачные бои устраивали. Ну, и 2 июля и пятница Зосима Пчельник, считается преподобной Зосима Соловецкий, покровитель пчел, ему тоже молились, чтобы был хороший рожай меда, потому что без меда раньше не обходилась ни одна семья, у всех мед был, и медовый хозяйство. Даже если у кого-то не было своих пасек, да, то обычно все равно угощались медом у тех, у кого они были. Так было принято. Ну, 3 июля, суббота, к этому дню на полях поспевали уже хлеба, и на них слетались перепела, и поэтому охотников начинался период охоты на перепелов. Но их было просто добыть, потому что они, в общем-то, были рядом. Ну, и также это был день Мефодии, если дождь шел, то ему считалось, что ему идти еще 40 дней, то есть довольно долго. Так что вот, если в субботу дождь будет, хотя он не ожидается уже в субботу, то будет идти еще довольно долго. Ну, и закончится недель 4 июля, ульяна в день был принято собирать цветы липы. Вот, липовый цвет уже, да, липа цветет, распускается как раз к этому времени, но и липа, она всегда считалась таким целебным растением от простуды, кашля, головной боли. Ну, также порошок из листьев семян может останавливать кровотечение внутреннее и также залечивать ожоги. Ну, вот такая вот неделя у нас фитонологическая, на мой взгляд, выдалась, текущая. Будем следить, как дальше будут происходить события.